академии не только место где учатся это место где живут дружат у нас удивительная атмосфера студенты вписываются в самодеятельные праздники самодеятельные концерты спектакли возникает группы которые взаимодействуют между собой потому что академия наполнена истинный духом астрологии который сближает людей и дает им не только радость познания но и радость общения особый демократизм особой душевность все кто взаимодействует с академией всерьез отмечают это есть не только интересно жить и учиться на и радость седьмой дом первый дом над горизонтом если идти против часовой стрелки от асцендента это дом напротив первого дома они противоположны друг другу если первый дом обозначает я человека его манеру держаться манера вести себя форма активности то седьмой дом это дом взаимодействие если говорят что первый дом это я то седьмой дом это ты но на самом деле я понятие значительно более сложное но в принципе чек сейчас узнает больше в первом доме о своих партнеров с которыми он ведет диалог это в седьмом доме это наши отношения с партнерами договорные отношения отношения на определенных обязательствах диалог с миром идет через седьмой дом вот первый дом от монолог я говорю я проявляю себя я действую а седьмой дом я иду беседу я взаимодействую я воспринимаю других через седьмой дом все формы взаимодействия на равных это седьмой дом седьмом доме очень много ситуации связанных с договорными обязательствами туда не только ваши партнеры по диалогу входят это и брачное партнерство это и деловое партнерство любая форма взаимодействия основанная на договоре договорных обязательствах на равных это седьмой дом если шестой дом как-то связан с подчинением и господством там службы и прочее то седьмой дом 10 обязательно равные партнеры сюда входят еще и люди которые много держатся на публике публичность публичные выступления проявление себя публично в коллективе на сцене это седьмой дом там тоже диалог диалог актера и зала диалог преподавателя и аудитории это тоже седьмой дом потому что хотя кажется что там есть ведущий но на самом деле это реально это диалог сюда входят часто вот такие профессии как консультирование разные формы консультирования но люди хорошо вот умеющие консультировать идутся очень часто именно по седьмому дуум вот если взять такие примеры знаменитых консультантов сюда попадет например зигмунд фрейд известный астролог и психолог стефан арова также люди которые в силу своей работы вынуждены были много консультировать хотя конечно консультирование не было основной части работы на суда тоже попадают и такие люди большой публичности такие как галилео галилеи преподаватель педагог но и знаменитейший астроном хотя он был конечно известен своей публичности вот яркая публичность которым проповедовал пропагандировал новую науку это одна из главных черт его характера человек более скромный на тоже всю жизнь посвятивший консультированию в том числе хотя конечно же в первую очередь астроном это иоганн кеплер тоже семидомный такая же публичная личность которая посвятила тоже свою жизнь проповеди нового мировоззрения а не без он туда могут попасть и другого типа люди люди которые нуждаются в партнерах взаимодействие независимой от них нет солнце не дает зависимости человек солнцем седьмом доме испытывают нужду в том чтобы был кто-то напротив него нужду в диалоге нужду в партнере обычно в партнерстве эти люди лидируют но при этом в партнерах нуждаются без партнер они более пассивные присутствие партнера они становятся более активны как будто бы вот диалог побуждает их к активности такой был кстати царь александр третий человек седьмого дома здесь несколько фамилий которые трудно сказать насколько они нуждались в партнерстве вот например фенимор купер писатель писатель знаменитый в детстве много читали чешская спортсменка мартина наворотилова но это теннисистка тут конечно да теннис публичность связаны вместе очень сильно а вот такие музыканты как про кофе сергей александр скрябин конечно они известны своими концертами выступлениями может быть это выделяет их выделяет их семидомный солнце борис пастернак человек горячего сердца у которого не было несколько очень глубоких и серьезных связей в жизни не это конечно главное в жизни конечно значительно главнее поэзия но связи очень сильно строили его жизнь вообще через его поэзию через его прозу идет ключом именно одна из ведущих тем отношения с женщиной про людей седьмого дома и говорим что они нуждаются в диалоге они любят контакт взаимодействие диалог активны в диалоге часто лидируют но при этом все равно нуждается в том чтобы рядом был с ними кто-то вы можете посмотреть насколько это соответствует вашим представлениям о близких посмотреть кто из ваших друзей приятеля родных иметь солнце в седьмом доме то есть родился незадолго перед заходом солнца для того чтобы рассчитать карты узнать где находится солнце ваших близких можно зайти на наш сайт и воспользоваться бесплатной программой сотис онлайн программа рассчитает достаточно только ввести свои данные или данные кого-то из близких дата рождения время рождения место рождения время обязательно желательно точно полчаса разница могут очень сильно исказить карту поэтому желательно по возможности точное время рождения рождения место рождения и дата рождения но там день месяц год там программе все позиции есть когда ведете она мгновенно рассчитает положение солнца по домам и других планет вы получите карту и сможете примерить эту карту к людям с которым вы живете рядом насколько это соответствует ваше представление о них астрологическим описанием и пришлите на нашу почту свое описание если конечно не поленитесь а в конце после всего цикла домов попробуем поговорить о том как вы видите своих близких но не обязательно конкретно вы выпадете для разбора всех писем не разберешь но может быть и ваше письмо окажется в числе тех кого мы проанализируем удачи вам удачи вам удачи вам